Приветствую всех на своем канале. На столе у меня лежит небольшой конвертик, в котором должен находиться самый обыкновенный Mi Band 2. Распаковка этого устройства у меня уже была на канале. Вы спросите, зачем я делаю ее снова. Ну, во-первых, этот фитнес-трекер и тот, на который уже был обзор, куплены по одной цене, но у разных продавцов. Очень хочется сравнить комплектацию, качество упаковки, ну и самое главное, после распаковки я расскажу, как на этом фитнес-трекеры с нуля настроить русскоязычные уведомления, приходящие на сами часы. Итак, давайте приступим к распаковке. Достал содержимое конверта и, как я вижу, помимо упаковки с фитнес-трекером, есть еще небольшой конвертик, в котором, по всей видимости, находится защитная пленка на стекло. Ну что ж, продолжим распаковочку. Давайте откроем эту коробочку. Субтитры сделал DimaTorzok Достался содержимое из упаковки. Комплектация самая обыкновенная, инструкция на китайском языке, провод для зарядки устройства, стоковый браслет и сам фитнес-трекер. Фитнес-трекер с коробки не запускается. Подозреваю, что аккумулятор полностью разряжен. Скорее всего, он очень долго где-то провалялся на складе. Ну что ж, сейчас придется поставить его на зарядку, ну и потом продолжим. Поставил фитнес-трекер на зарядку, но пока он заряжается, давайте посмотрим, что тут за приятный бонус. Три что ли. Ну а приятным бонусом оказалось три защитных пленочки, которые были в этом конверте. Немного подзарядил устройство. Думаю, что этого будет достаточно. Поставлю обратно в браслет. Ну что могу сказать по поводу покупки этого товара у двух разных продавцов. Цена одинаковая. Сроки доставки. В предыдущий раз доставка была немного быстрее. Эта доставка была чуть-чуть помедленней. Но этот продавец делает небольшие презентики. Ну а теперь давайте приступим к подключению этого фитнес-трекера к телефону. Если вы раньше пользовались браслетом, то для начала нужно зайти в программу MiFit и отвязать устройство от телефона. Также рекомендую удалить приложение MiFit с телефона, зайти в App Store и скачать последнюю версию этого приложения. Я себе на телефон уже скачал последнюю версию приложения MiFit. Давайте ее откроем и немножко расскажу, что мы сейчас будем делать. Перейдя на вкладку уведомления и зайдя в раздел входящих вызовов, мы тут видим всего лишь одну доступную настройку. Наша задача сделать так, чтобы появилась еще одна дополнительная настройка, которая нам позволит активировать функцию отображения дополнительной информации при входящих вызовах и смс. Для этого нам необходимо зайти в настройки, перейти в раздел основные, далее перейти в раздел язык и регион и в самом верхнем пункте меню язык iPhone изменить стандартный язык с русского на английский. Далее подождать пока язык установится и теперь возвращаемся в программу MiFit. Открываем приложение, переходим на вкладку профиль, добавляем устройство, подтверждаем сопряжение, соглашаемся получать уведомления, подтверждаем запрос на привязку телефона по Bluetooth и далее переходим в средний пункт уведомления, открываем вкладку входящие вызовы и видим вновь появившийся пункт показывать контактную информацию. На этом активация этой функции закончена, далее необходимо будет перейти в настройки и вернуть на место русский язык. Еще один важный момент, сейчас при записи этого видео мой Mi Band не делал обновления. Это связано с тем, что я уже тестировал возможность активации этой функции на этом устройстве и обновление было произведено ранее. Вам же, если вы делаете это в первый раз, необходимо дождаться, чтобы после сопряжения устройства у вас Mi Band полностью обновился. Ну а теперь давайте поменяем язык и сделаем пару тестов. Заходим в настройки, в основные, ищем язык. Возвращаем русский. Сначала давайте продемонстрирую, как теперь отображаются уведомления о входящих смс. А теперь продемонстрирую, как отображаются уведомления во входящих звонках. Как вы видите, у меня все получилось. Функция активна. Надеюсь, что получится и у вас. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!